Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Но если можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас от отец отрока воскликнулся слезами, «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» Евангелие от Марка, 9 глава. В Евангелии от Марка описывается ситуация, когда ученики Христовы не могли исцелить ребенка, одержимого немым духом. Беспомощность учеников вызвала Иисусу реакцию восклицания, «О, род неверный, доколе буду с вами! Доколе буду терпеть вас!» Слово «неверный» с греческого языка, точнее, переводится как «неверующий». Господь называет иудеев в данном случае своих учеников, отца книжников неверующими. «Пребывание среди людей, доколе буду с вами, является для Иисуса тяжелой ношей частью его страданий. Он едва выносит неверие людей, потому и спрашивает, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Подобное восклицание мы встречаем у пророков Моисея, книга второзакония, 32 глава, числ 11 глава, 3 царств 18 глава, Исаии 16 глава, и даже у самого Бога, числ 14 глава. У Иисуса подобное сетование происходит часто. Сравним Матфея 12 глава, Марка 8. Выражение «род неверный», неверующий, развращенный, прелюбодельный, является синомимичными. Неверность Богу, неверие Ему, греховные поступки связаны между собой. Если бы ученики имели веру, то они могли бы помочь отцу ребенка. Если бы книжники имели веру, то вместо того, чтобы спорить с учениками, они сами могли бы помочь отцу и слить сына. И если бы отец имел веру, ему не надо было бы говорить «помоги моему неверию». Если бы народ имел веру, то он не стоял бы вокруг беспомощно и нерешительно. Когда немого ребенка привели к Иисусу, нечистый дух проявил себя, увидев Иисуса. В рассказе показывается, что злые силы приносят страдание и смерть людям. Бросая ребенка то в огонь, то в воду, силы зла хотят умертвить человека. Чем дальше человечество отстоит от Бога, то есть пребывает в неверии и грехе, тем сильнее влияние сил зла. Иисус Христос мог бы сразу изгнать духа, но он выдерживает паузу, чтобы учить о вере. Сначала он спрашивает, как долго болезнь мучает ребенка. Болезнь кажется неизлечимой, невозможной для исцеления. Отец задает Иисусу Христу вопрос, может ли он исцелить его Сына? Может ли Иисус Христос? Вопрос неверия. Для Бога нет ничего невозможного. Даже если бы, если бы во Христе не видеть Бога, а лишь пророка, то через веру пророка для Бога нет ничего невозможного. Поэтому и для верующего все возможно. Ведь он не своей собственной силой исцеляет, но сила Божия действует через веру. Слова Иисуса вызывают в отце ребенка желание верить, но он обнаруживает свою неготовность всецело верить Богу. И поэтому просит Христа помочь его неверию. Высказывание отца имеет парадоксальный характер. Как правило, в Новом Завете вера и неверие противопоставляются. Но этот крик отца означает, что вера как раз уже существует. И он умоляет о том, чтобы его верение Богу возросло и усилилось. Из Евангелия видно, что хотя вера – дар Божий, человек может открыть свое сердце для веры Богу. Об этом говорится в Евангелии Матфея 9 глава 28 стих Иоанна, Евангелие 11-26. У евангелиста Матфея для описания парадоксальной ситуации неверия при вере употребляется выражение маловерия. Хотя оно понятнее, но не утрачивает своей парадоксальности. Как раз неверие и безнадежность должны быть преодолимы уверенным ожиданием доверием веры. Также ученики Иисуса Христа должны преодолеть свое неверие, чтобы прийти к истинной вере и доверию Богу. Это произойдет с ними после воскресения Христова, когда им откроется понимание служения Иисуса Христа, Его слов, учения. Аминь. Аминь. С миром Божиим. Спасибо. Продолжение следует...